Теперь мы с вами пообщаемся на тему антиспам-фильтров, то есть, за что мы смогли проглазать, что может привести к тому, что зарабатывали на зарабатывание, а в конечном итоге человек свелось на рынке. У Ятекса существует огромное количество фильтров, но для заработка не все из этих фильтров страшны. То же самое, например, фильтр не сплавный, это, как мы на главной страничке размещаем огромный факт текста с частым потреблением ключевого запроса. По ключевому запросу такой сайт пускаться не будет, потому что Ятекса посчитает этот текст спам, то есть, может какую-то страничку выйти. Но с точки зрения продажи ссылок с нее страшно, почему нет? Ссылки как работали, так и продают. С точки зрения продажи самая страшная вещь — это AGS. AGS — это фильтр, который накладывается по сумме определенных факторов. Он убирает страницы из поискового лица Янкса, страницы вашего сайта. То есть, допустим, у вас там 10 тысяч страниц на сайте, а если вы указываете этот фильтр, он там может убрать какую-то часть, либо все. Накладывается он вот за что. Например, мы переспали ключевиками наших текстов. Это не очень хорошо. Мы сгенерировали и синонимизировали чужие тексты и выложили их на сайт. Они там проинфиксировались, а потом из индексы были. На самом деле, для самого мерности написано, что фильтр выкладывается на те страницы, которые не представляют интереса для пользователей. Точно получите фильтр, если будете автоматически выполнять сайты плохим контентом. Часто накладывают фильтр за булитрирование контента. Бывает такая ситуация, что, например, фирмастер будет как-то не виноват, но, например, у него из одной стороны лица. Это очень часто бывает, когда есть каталон товаров и есть лист. Первая, страница, вторая. Бывает так, что возвращаемся, например, на первую или второй, и адрес страницы уже другой. И кентекс это дело вначале интексирует, а потом из одной лица выкидывает. Значит, накладывают фильтр за страницы с продажными ссылками и статьями, особенно если мы начинаем ссылаться на непонятно плохие сайты. Например, по портографии и прочее. Если мы виноватим контент, то тоже можем попасть на фильтр. Ну, разумеется, если вы на сайте разбили каталог из ссылок или каталог из статей, то, как бы, того по статей, кто безвестный нашим посетителям, то опять дело обычно выбирается из интересов. И то, о чем я уже говорил. Если, например, у вас на сайте 10 человек, а праздексировано огромное количество страниц, может получиться такая ситуация, что при этом посещаемость нулевая. Получается странная ситуация, что вы продаете ссылки, а на этот контент в вашем сайте никому не нужен, вас там никто не ходит. Поэтому кентекс пытается отследить, и, соответственно, один из факторов накладывания фильтра – это вот такая вещь. Помечу, то, что кентекс накладывается исключительно по сумме факторов, но если у вас один фактор очень яростный, например, мы даблируем контент очень серьезный, то он может положить за один. Скажете, автоматически наполняемое, что вы знаете? Ну, простые слова, например, RSS-LandBody. А если у нас статья технологически уникальная, то вы относитесь к статье? А, нет, я не согласен. Теперь, на самом деле, хочу вас спросить всех. Есть сайт, как и большая, как и история. У нас в трестенте было пять случаев, когда к нам обратились с обвинением в том, что из-за продажи ссылок сайт попал под фильтр. Соответственно, мы во всех этих случаях попросили прислать адрес сайта, и честно попробовали разобраться с причинами. И наше удивление было, как трое прислали, наше удивление было в том, что на самом деле сайт попал под фильтр не из-за того, что он продавал ссылки, а были всегда очень весомые и разные причины. Например, один сайт. Кто сейчас из-за, может сказать, за что попал сайт подвигается? Примал, директор, неправильно. Никросс, браузер, браузер, маневерс. Сайт сдавится. Кто сказал сайт сдавится? Ну, абсолютно правильно. Ситуация. Значит, жил себе сайт. Вот интернет-магазин. Золо товаров. Абсолютно реальный. С реальной доставкой, реальными контактами. Реальными людьми. То есть люди могли действительно писать, могли заказать себе золо товара, и по Москве доставляли. Значит, бизнес в человеке не пошел, и он контакты из сайта выбрал. Ну, а что, сайт есть? Окупать не надо. Потому что он уставать будет. Ну, он на него интернет повесил, ссылки начал продавать. Жил тут жил. Пока я сделал одну очень серьезную глупость. Это на главной странице написал, потому что сайт сдается в аренду. Убрал из страницы контактов всю контактную информацию, оставил только контакт вебмастера, к которому можно обратиться. Через какое-то время раторы Яндекса этот сайт нашли. И, разумеется, понятно, что истинной цели этого сайта, в принципе, нет. То есть это вроде как магазин, который на самом деле ничего не продает. То есть там можно заказать, но в реальности никогда никто не перезвонит, никогда никто этот товар не продаст. Это сайт, который является финальной ценностью для пользователя. И он тут же был забатен, прямо в один момент. Но, на самом деле, не забатен, он попал в ДГС, практически все страницы выкастили, оставили только несколько из полезных статей, чтобы были хорошие применения. Остальные страницы убрали. Поэтому, чтобы не попадать, нужно только выделать каких-то нормальных ряпов на своем сайте. То есть если кто-то так достает его варианты, ну, не знаю, это нужно нам решать другими вопросами, даже как выбирать все компания. Если все люди попали, если бы когда у вас было тысяча страниц, стало десять. Что, собственно говоря, делать дело? Ну, идем обратным путем. Становимся модератором лендекса и пытаемся для себя определить, за что же, собственно говоря, вас показали. Если это тексты, понятно, что мы сами прекрасно знаем, какие сами тексты. Откуда мы убрали контент, куда мы его воровали, уникализировали и т.д. Пытаемся привести их в порядок. Убираем библиотеки, библиотеки и т.д. Если считаем, что мы убрали за продажных ссылок, пытаемся их нет, и пей не допускать ссылок на плохие сайты. Значит, разумеется, надо добавлять контент дальше, как нужно развивать сайт. Нужно написать в службу поддержки яндекса с просьбой о том, чтобы разъяснить ситуацию. Обычно присылают стандартную более-менее отписку, потому что развивайте сайт, и ваши страницы будут появляться на яндексе. Но иногда бывает, напишу что-то полезное. По крайней мере, если мы лишь отписку, то понятно, что, например, точный адрес, и просто будет глючит яндекс. Необходимо также продвигать сайт, добиваться посещаемости с поиска, добиваться того, чтобы сайт был хорошим. Обычно выводы с подфильтром происходят автоматически, но редко можно написать, пожаловаться в службу поддержки. Но иногда бывает так, что, например, если повесить двух фильтров незаконно, как незаконно, то они, когда сами ручка не сделают. Ну, когда, например, понятие настроения, то есть состояние фильтров, сразу спокойно. Но всем понравится хорошо. Как понятие сайт платона? Ну, я не знаю, обычно с рукой. Это, на самом деле, сложно поддерживать яндекс. Они подписываются и платон чутят. Ну, на самом деле, службы поддержки яндекс, они просто все такие безымянные, и все подписываются. Лера Страза, либо платон чутят. Значит, теперь о маленьких слайде в завершении моей презентации, о неких налоговых новостях. Значит, в России сейчас готовится законный проект, который будет контролировать деятельность электронных книг. Что, на самом деле, нам всем это грозит. С точки зрения инвестеров, зарабатывающих книг, это не как раз. Понятно, что сейчас самое удобное – это деньги получить на электронный кошелек, который потом очень просто в любом эфсе вниманием наличит, и, соответственно, учиться беспокойно налогов судьбой один. Процесс, скорее всего, скоро прикроют, по причине того, что взялись уже в 15-м уровне. Значит, они хотят сделать что-то типа национально-платежную систему, через которую будут обладаться налогами. То есть, соответственно, выводы все будут за минусом определенных процентов. Возможно, эта штука потянет за собой полное уничтожение сервиса германии. Возможно. Потому что, как бы сейчас в связи с этим большая дорога их мобильных операторов разрешила выводы денег со своих счетов, соответственно, невозможно это сделать все из германии перед счетом труда. Сейчас об этом сказать очень тяжело. Но, на самом деле, этот законопроект уже отоплен и, как бы сейчас, что-то типа в качестве последнего чтения. То есть, на самом деле, он уже скоро уступит. Поэтому все компании, которые сейчас предоставляют услуги заработка и выводят на эти германии, они рано или поздно заботятся тем, что работать с юридическими лицами, выводить деньги, выгодезналы, и работать с физическими лицами, которые будут реально платить налоги. Поэтому, возможно, такая ситуация, что в скором времени у каждого из нас тот же кусок хлеба, который зарабатывается на сайте, придется все-таки налоги заплатить. Ну, в целом, время уже закончено. Спасибо большое за внимание. Оставайтесь в следующий раз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ